Кто должен быть своей лучшей физической формой, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу? Кто должен использовать весь свой потенциал для выполнения задания? Всем привет, ребята! И сегодня я говорю не о профессиональных бодибилдерах, а об элитном подразделении морской пехоты США «Морские котика». Эти бравые ребята заботятся не о том, как они будут смотреться на подиуме перед судьями, а прежде всего о том, как их оценит командир подразделения. Они живут с мыслью о том, что должны полностью раскрыть свой потенциал и наилучшим образом выполнить каждую свою миссию. Но как они приобретают свою потрясающую форму за такой короткий срок, который называется базовой подготовкой, не являясь по факту спортсменами? Что входит в эту подготовку и как лично мы можем применить это с пользой для себя и в своих тренировках? Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем видео. История «Морских котиков» или сокращенно по-английски «Сио» берет свое начало еще с времен до Второй мировой войны. Именно тогда БС США поняли необходимость создания скрытой разведки, высадки десантка и береговой обороны. И уже чуть позже, во времена Второй мировой, в 1942 году в штате Форт Пирс, Флорида, создали школу разведчиков и диверсантов морской пехоты. Они тренировались в Литл Крике, пока в ноябре следующего года не отправились в североафриканскую компанию. Так что формально с этого момента начинается боевой путь отчета морских котиков. Но именно конкретное рождение морских котиков произошло во время войны во Вьетнаме в 1962. Ведь именно тогда встала острая необходимость ведения партизанской войны в густых и мерзких джунглях. Новоиспеченные бойцы морских котиков проходили подготовку в таких нетрадиционных областях, как рукопашный бой, высотный парашютный спорт, подрывные работы и иностранные языки. В самых что ни на есть нестандартных и неудобных условиях джунглях, пустыне, а также крайне низких температур. Плюс они проходили тренировку как подводные подрывники в водолазном костюме и полной боевой выкладки с бронежилетом и автоматом. Поэтому только представьте, насколько подготовлен как физически, так и морально должен быть человек, чтобы выдержать подобные перегрузки. Кстати, именно с Вьетнама за ними закрепилась кличка Командос, раскрытая в таких фильмах, как Рэмбо со Сталлоне и Командос со Шварценеггером, показывающих всю охеренность подготовки бравых котиков. Ну, разумеется, приукрашенные, конечно, раз так в сто, но всё же. Ребята, снова акции и приятные бонусы на MyProtein. В скидке 45% на 200 популярных продуктов. Плюс к этому доставка из Англии стала намного удобнее и быстрее. За 4-5 дней до Москвы и Питера и максимум 10 дней в регионы прямиком до двери. Также по промокоду STRONG1 скидка всегда 41%. Ссылку на сайт и промокод вы найдёте в описании под видео. Позже эти ребята не раз докажут свою эффективность в самых кровавых конфликтах человечества за последние 70 лет. Давайте теперь непосредственно перейдём к подготовке, в процессе которой и без того обычных зверей-морпехов делают совершенных машин, умеющих выживать и выполнять самые сложные задачи в любых условиях. Итак, представим, что вы Джон Форбс из Сент-Питерсберга, штат Флорида. Решили стать бравым морпехом и котиком США. Я хочу принести пользу. Драться любите? Да, сэр. Тогда подумайте об элитных войсках. Котики. На море, в воздухе и на земле. Какими навыками вам нужно обладать и что сделать, чтобы связать свою жизнь с этим кусочком ада на земле? Ну конечно, во-первых, вы должны сдать вступительные нормативы по физической и силовой подготовке. Так называемый скрин-тест, состоящий из 20 чётких подтягиваний, 90 отжиманий, 90 приседаний, 90 полных скручиваний на пресс. На каждое из упражнений отводится не более 2 минут. Плюс к этому ещё забег на 2 с половиной километра, на который отводится не более 9 минут. А всего в общем на весь комплекс выдаётся 31 минута. Между бегом и основным комплексом разрешается отдыхать до 10 минут, если нужно. Плюс к этому, в отдельный день ещё вы должны в позе тюленя пропустить 350 метров за 8-12 минут. Ладно, без позе тюленя, я пошутил. И кто-то из вас, возможно, сейчас скажет, фуф, да чё это за школьные нормативы, как два пальца. Ну хорошо, пусть будет так, ребята. Просто запомните, это ещё только начало. Что ж, давайте представим, что вы такой сдали нормативы и стоите счастливый, воображая уже у себя в голове сытую жизнь американского морпеха со всеми льготами, лёжа с двумя красивыми чиками и текилой на пляже в Майами вечером после службы. Ох, Джон, ты даже ещё не представляешь, что ждёт тебя впереди. В течение следующего года будущего морского котика ждёт 6 кругов ада. И каждый раз всё более с раскалённым котлом в буквальном смысле. Так как же всё-таки они приобретают свою потрясающую форму за такой короткий срок, которая называется базовой подготовкой. Я думаю, вы понимаете, что в силу специфики службы котикам больше всего нужна выносливость, совершенные навыки рукопашного боя, но только потом уже сила. Их методики построения упражнений направлены в первую очередь на это, а не на симметричность с пропорцией и кремом-депилятором для грудных волос, как у билдеров. В основе тренировок котиков лежит один принцип – работать до упаду. Итак, холодные 4 утра вас выгоняют на берег. Как и наш спецназ ГРУ, котики практикуют круговые тренировки. На каждый круг даётся до 3 минут. Отжимания от 20 раз, пресс от 20 раз, джамп, прыжки вверх из положения гуском от 10 раз, подтягивания от 20 раз. На этом круг закончим, после – минута отдыха и начинается новый круг. Он может состоять из таких же упражнений или заменён на другие, всё на усмотрении командира. Обычно бойцы делают 2-3 таких сета и отправляются на пробежку. Стандартная дистанция для котика – это 9 километров, которые нужно преодолеть за 35 минут. Часто вся тренировка вместе с бегом занимает не более 50 минут, но это только утро, ребята. В течение дня котика ждут самые изощрённые испытания. Например, будущих котиков учат плавать со связанными руками и ногами в ледяной воде, тем самым оценивая их действия в критической ситуации. Потом их учат плавать в амбуднировании и затем с нагрузкой в 50 килограмм. Также солдат постоянно подвергают психологическому напряжению, взрыв учебной гранаты ночью в казарме, изнурительные тренировки и даже поддельные письма от любимых женщин, где те их бросают якобы. Есть также у них адская неделя испытания штормом. В течение этой недели курсант имеет право спать всего 4 часа в день, причём только стоя или сидя. В остальное время бойцов подвергают жутким физическим нагрузкам. Испытания штормом проводят в холодное время года. Командир выстраивает бойцов в океане, где те должны выстоять под натиском ледяных волн. Затем они выбегают сушиться на холодный ветер, а затем снова идут в океан. После этого следует марш-бросок в полной боевой экипировке. Если кто-то ленится, то все курсанты снова отправляются в океан. Далее бойцы совершают пробежку с бревном весом 500 килограмм над головой, и если один сочкует, то все остальные не смогут донести груз до финиша вовремя. Таким образом, у будущих бойцов тренируется командный дух. Итак, как же нам тренироваться, чтобы стать таким же зверем, как морские котики США? А главное, их программа применима в реальной жизни и не требует почти никакого дополнительного оборудования. Для преодоления больших расстояний, в первую очередь, это, конечно же, забеги на длинные дистанции с дополнительными отягощениями. Для скрытых рывков и маневров это ускорение, спринты как без веса, так и с дополнительным на себе весом. Также дополнительно морпеху нужны приседания как на выносливость без веса, так и с отягощением, и здесь отлично впишутся приседания со штангой, что положительно скажется на скорости при маневрах. Для того, чтобы взбираться на препятствия, скалы, высокие стены, да еще и в полной боевой в программу морпеха должны включаться подтягивания различными хватами, выходы с силой, отжимания от пола и на брусьях, и все это в дальнейшем с постоянной прогрессией нагрузок, подвешивая на себя различные отягощения. А ведь в условиях боя у морпеха не будет времени снять бронежилет и автомат, прежде чем забраться на стену или скалу. Сюда же мы добавим упражнения на пресс и силу кора, это скручивание, подъемы перевороты и поднос ног перекладине. Я думаю, что еще особое место здесь займет выпрыгивание, скажем, на тумбу или боксы для кроссфита. Ну и конечно же плавание, что за морпех, который не умеет плавать? Ведь нам нужно выполнять боевые задачи, передвигаясь также и по воде. И в то же время, помимо боевого и тактического смысла, это закаливает организм. Для этого подойдут как быстрые заплывы на короткие дистанции, так и на длинные, также со временем подвешивая на себя дополнительные тягощения. Ведь опять же, как минимум морпехи выполняют задачи в броне и с автоматом. Вам еще может быть интересно, как же там с питанием? Всю информацию об этом я взял из вот этой книги рекомендаций по питанию для ВМФ США. В среднем суточный рацион составляет 3-3,5 тысячи калорий в день. А основные постулаты их рациона разрабатывались лучшими военными врачами и диетологами, и постоянно корректируются. Я нашел несколько интересных моментов здесь, и вот что там описано. Пища морпеха должна быть полностью сбалансирована по всем витаминам и минералам, поскольку витамины и добавки не усваиваются в полной мере и не дадут никакого эффекта, как органические витамины. Это, друзья, мнение врачей и диетолога ВМФ США. В основе рациона морпеха лежит большое количество сложных углеводов, как самый лучший источник энергии – рис, картофель, батат, волокнистые и крахмалистые овощи, а также порция простых углеводов из фруктов в зависимости от сезона. Белка в среднем, согласно рекомендации, это 1,5-2 грамма на килограмм веса тела. Как правило, согласно рекомендации, на первом месте яйца, далее свинина, рыба, курица и уже редко говядина, которые также еще и являются источниками жиров. Более подробно я не буду останавливаться на питании, чтобы не затягивать видео, думаю, вам и так все понятно. По статистике только 20-25% проходят до конца и становятся морскими котиками. И это закономерно, ведь это спецподразделение. Многие просто не выдерживают как морально, так и физически постоянные муштри в течение года. Я уже не говорю о том, что после этого нашего Джона ждут еще три этапа повышения квалификации по полгода. Прежде чем он попадет в реальную боевую операцию. А ведь реальная боевая обстановка потребует от воспринятия критических мер. Друзья, а на этом все. Оставляйте свое мнение в комментариях о том, как вам такой новый формат видео. И ставьте лайк, если он вам зашел. Так я смогу понять, продолжать ли мне. Также подписываемся на канал и кликаем в колокол на графе все оповещения. И вы будете первыми получать вот такие вот необычные и интересные видео. Ну а с вами был Алекс Митчелл, канал Strong Silence. Скоро увидимся.